Сейчас активные бои идут на Авдиевском направлении и в районе Ясиноватой. Противник за 8 лет войны основательно там окопался, поэтому нашим военным приходится освобождать метр за метром. То в Мариуполе бои идут в самом центре города. Котел военной и народной милиции при поддержке российских сил разрезали на две части. Сложнее всего очистить от нацбатов территорию заводов Азовсталь и Ильича. Катерина Орлова о том, что сейчас происходит на фронте. В Мариуполе идут бои практически во всем городе. По данным военного корреспондента «Россия-24» Александра Сладкова, в штурме принимают участие силы МВД ДНР, в том числе и батальон «Восток», 9-й полк народной милиции, чеченский отряд полицейских и морская пехота «Россия». Чеченским силам удалось продвинуться по территории Азовстали на несколько километров вперед. А вот за территорию металлургического комбината Ильича удалось лишь зацепиться. Буквально метров 150-200 находятся высотные здания. Там идут ожесточенные бои. Они держат верхние этажи, не выпускают гражданских. То есть зачищают целыми подъездами семьи. Поэтому продвигаемся сейчас туда, окажем нашим товарищам поддержку. На Донецком фронте силы ДНР буквально выгрызают метр за метром. За 8 лет в Авдеевской промзоне, в районе Песок, да и в самой Маринке, нацбаты так окопались, что выбить за сутки их из позиций невозможно. Сейчас там работают бойцы легендарного интернационального подразделения «Пятнашка». Наша армия уже три дня успешно подавляет их точки, их укрепрайоны. Это в каком районе, уточните? Это район Авдеевки. Поэтому наши работают во всем направлении артиллерии на контрподавление и так далее. И, видать, у них очень сильные большие потери были. Для вдохновления духа они решили вчера организовать прорыв, чтобы поднять... Контратаку, скажем так, да? Не контратаку. Контратака была наша. Они решили показать, что могут, как в Горловке, прогуляться в какую-то позицию, захватить, чтобы поднять духом. Но чуть-чуть ошиблись. Эта позиция оказалась наша. «Пятнашки». Мы свое не оставляем. Мариуполь – это крепость. Донецкая линия – забетонированный укрепрайон. Вот так два фронта описывают военные корреспонденты. На прошедшей сутки в ходе совместных действий уничтожено более 60 оккупантов. Один танк, две БМП, 16 огневых точек противника. Наши защитники захватили. Три БМП, два БТР, один танк. А еще 18 солдат в ОСУ сложили оружие и сдались армии республики. Всего же с начала спецоперации добровольно сдались 175 военнослужащих.